Ставропольская земля испокон веков была щедра на таланты, но Павел Моисеевич Гречишкин в этом созвездии занимает особое место. В нашем крае он известен как мастер пейзажа. Он открыл нам красоту Кавказских гор и степей Ставрополья, величие средней полосы России и могущество Байкала, великолепный художник, певец природы. В своих работах он остается самим собой, не похожим ни на кого другого, яркой творческой личностью. Притягательность его полотен порой необъяснима. Жанр, в котором работал Павел Гречишкин, можно определить как интимный пейзаж. Его картины тонко-психологичны. Самая дорогая тема у мастера на протяжении своего творческого пути была, конечно, родное Ставрополье. И это не случайно, ведь по разнообразию и богатству природы наш край уникален. На востоке раскинулись живописные равнины и обширные озера системы Маныча. На юго-западе тянется главный Кавказский хребет, а между ними холмы и степи. Все это дало художнику богатейший материал. И все это мы видим на его полотнах. Смотришь на приманоческую степь и прямо ощущаешь эту запыленность воздуха. Чувствуешь усохшую от жары траву. Но степь не всегда бывает такой однообразной. Весной на ней горят тысячи красных, желтых, белых, сиреневых огоньков. Это полевые тюльпаны. У нас в крае нет моря, но зато есть огромное озеро Маныч, своеобразное по происхождению и географическому положению. Пейзажи Гречишкина полны солнца и света. Так и хочется прилечь на эту землю, вдохнуть горьковатый запах душицы и во внезапно открывшейся тишине услышать песню Жаворонка. С высшей точки Ставропольского края горы Стрижамент открывается шикарная панорама от Эльбруса до долины Кубани. Всю эту красоту мастер показал нам с вами. И реликтовый буковый лес, и цветущую луговую степь, и малиновый закат уходящего дня. Прекрасна природа в окрестностях Ставрополя. Старопольский лес – одна из первых больших картин художника. По-южному теплая осень, маленький ручеек, мокрые серые камни и кусочек голубого неба. Целая серия картин и этюдов посвящена Сенгелеевскому озеру. Как по стихам Ивана Васильевича Кашпурова можно изучать растительный мир нашего края, так по работам Павла Моисеевича Гречишкина можно изучать природу Горного Кавказа. Ледники, мрачные пихтовые еловые леса, любимые художникам прозрачные березовые рощи, тихие озера и стремительные водопады, глухие ущелья, ледяные пики гор – все это передано с удивительной фантазией и любовью. Работы мастера никого не оставляют равнодушными, потому что в них художник вложил частицу своей души. Они вызывают удивление и гордость за величие родной природы. А это – те самые чувства, которые лежат в основе патриотизма, качества, без которого нам с вами не возвеличить Россию. И в этом труд Павла Моисеевича Гречишкина бесценен так же, как бесценен его добрый и светлый талант.